МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С высшего года антитопор выходит в эфир два раза в неделю. К этому мы привыкли тысячи наших зрителей и почитателей выпусков. Да и вы, слушатели, тоже к этому привыкли. Тем не менее, есть люди, которым антитопор мешает так, что готовы сделать все, что можно, только чтобы его вовсе не было. А для этого необходимо малость вести в заблуждение именно армянского зрителя. Ибо только внутренняя диверсия считается самой эффективной. И всем это ясно. Неделю назад в Бердзоре была подвергнута нападению автоколонна предпарламента. Говорить на эту тему мы не будем, так как, повторюсь, антитопор вне политики. У него другая задача. Власть это люди, а людям свойственно двигаться. Власти приходят и уходят, а страна остается. Но факт происшествия мы осветили, не могли упустить из внимания, потому что это все-таки было. Причем осветили мы нейтрально. Упомянув о том, что в числе людей этой автоколонны предпарламента находились и журналисты, среди которых наш корреспондент в Армении Артем Шахназаров. Сегодня мы должны были, как обычно, раскрыть очередную ложь азербайджанской науки, устраивающую диверсию против армянской историографии. Но мечты сбываются. И мы дадим ненадолго сбыться мечте тех, кто делает все, чтобы мы отвлеклись от темы и вместо раскрытия факта ложной науки занимались другими, внутриармянскими проблемами. И, как я уже это говорил, чтобы спровоцировать нас на этом, не нужно быть азербайджанцем. Нужно быть всего лишь армянином, чьими руками пользуется интернет-аскяра. Так выгоднее. Итак, мы отвлеклись. После инцидента в живом журнале под авторством некоего Айвара, или Айвара, псевдоним которого больше напоминает Хайвана, написал так называемое «Разоблачение» а-ля Шахназарова. С логической цепочкой. Иллюстрации эти верные, как бы обогащенные различными специями для большей убедительности. На первый взгляд, статья действительно выглядит этаким журналистским расследованием против журналиста. Но это на первый взгляд, пока не начнешь читать внимательно. Под скрытым смыслом подразумеваюсь я. Автор все чаще упоминает меня, каждый раз пытается найти след Шахназарова, ведущего ко мне. И даже в фотографиях, которые взяты из социальных страниц Шахназарова, тоже углядели меня. И решили выставить. Вкупе с фотографиями гулянок Шахназарова, каких-то шалостей и прочего. Для начала необходимо рассказать о самом Шахназареве, а потом мы вернемся к вопросу. Это, так сказать, для того, чтобы иметь полную картину о нем. Если обратить внимание на фотографии, то видно, что они сделаны в разные годы. Одно время Шахназаров, будучи 17-18-летним юношей, действительно увлекался всем, что связано с армянским язычеством. Любил везде подчеркивать Аревахач, и было у него несколько своих единомышленников. В том числе и среди его русских друзей, которые тоже считали себя апологетами язычества. Это юность. И это вполне нормально, когда в юности или младше, в пубертатном возрасте подростки ищут себя и, бывает, доходят даже до девиантного. Каждый из нас, если покопается в своих домашних фотоальпомах, то найдет несколько фотографий ранних, где мы где-то там веселимся. А здесь, тем более, речь идет о юноше. Так вот, со временем я познакомился с этим человеком, я имею в виду Шахназаровым, хотелось мне направить его на правильный путь. Тем более, показался он мне вполне хорошим парнем и патриотичным. Точно, я вытащил его из этих подростковых сборищ, познакомил со многими серьезными и интеллигентными ребятами, с вами здесь сидящих, убедил поступить учиться в техникум кино и телевидения. Артем загорелся идеей, приобрел камеру и начал снимать. Необходимо заметить, что первые 70 выпусков антитопора сняты именно Артемом. Каждый раз во время наших лекций я приглашал Артема с камерой, который одновременно и снимал лекции. И те, которые вы видели. Позже, летом, Артем переехал на постоянное место жительства в Армению, устроился работать там в информационном агентстве НОЯНТАПАН. Одновременно я просил его, чтобы он был моим внештатным корреспондентом в Армении и присылал мне всяко разные интересные материалы для публикации. Чего он и делал. Не получая за это ни копейки. Так как антитопор не имеет каких-либо финансирований и все, что мы делаем, делаем безвозмездно. И готовы принять любую информационную помощь, будь то от Артема, будь то от какого-нибудь там Рубика. Именно такая связь со мной и имеется у Артема. И фото со мной. Ничего в этом зазорного нет. Если кто-то заметил, то промелькнуло это фото его и с президентом Нагорно-Карабахской республики Баку Саакяном. Но это вовсе не значит, что они на одной ноге. Как и с другими персонажами фотосессии живого журнала. Так кому же это выгодно опорочить мое имя и связать его с Артемом или с событиями в Бердзоре? А вот кому. Сергей Аваков, он же Шушинский, один из главных врагов антитопора, проживающих на Урале в Екатеринбурге. Об этом человеке я уже много раз рассказывал, этакий от кутюр, который почему-то снаряжает нашу армянскую молодежь в Черкесску, называя ее армянской чахой. И выискивая всяко разные лезгинки, предоставляет их в виде мифического танца арцвапар, о котором тот же Геносян знать не знает. Такой, который сейчас очень интересует, демоксируется вообще в российских, во всяком случае, СМИ или постсоветского пространства, о том, что некий такой танец арцвапар это разновидность такой армянской армянской лезгинки. Вот я хотел узнать, есть ли действительно связь арцвапара с лезгинкой, можно ли этот танец называть лезгинкой, и вообще в дальнейшем чем отличается армянский танец этнически национальный от танцев народа Кавказа? Вопрос очень сложный, потому что просто знать все богатство армянского наследия, танцевального наследия, просто знать национально, где что было, это практически невозможно. Но, что касается арцвапара, я практически был во всех регионах Армении, могу сказать, во всех районах. Везде я увидел танцев, я бывал во всех районах Арцах, Чавах, Кахалске, я был в двух больших регионах Ирана, армянских, в Риванисе, в американской нашей общине, в Лос-Анджелесе, и Босту. Но нигде похоже на ничего я не видел. Шушенский так и норовит отказаться армянам от Армянского Нагорья и назвать свой регион Кавказом, а самих себя, соответственно, Кавказцами. позиционирует себя брачным патриотом, но сам женат не на армянке, позиционирует себя и патриотом вояжором, но при этом отдыхает два раза в год в Турции, и все доказательства я уже приводил года два назад. Они имеются в Ютюбе в нескольких частях и названы разоблачениями Шушенского. Кому интересно, можете взглянуть. Также у Шушенского есть свои деномышленники, один из которых житель города Пятигорска Виталий Есаян. О нем тоже я не раз упоминал, этакий поклонник писания опусов и доносов и большой любитель рыбы. Рыбы и нарядов от Шушенского, которого вкупе они уговаривают надеть и попозировать всяко разных известных людей, чтобы можно было на кого ссылаться в случае чего. Как на этом фото с российским боксером и шестикратным чемпионом России Давидом Айропетяном. Позже выяснилось, как он оказался в этом наряде. Некоторое время назад в сети появилась твоя фотография в кавказской одежде. Можешь прокомментировать историю появления этой фотографии? Это после Олимпиады в Лондоне. Решил поехать в Армению в футбол Италии, Армении играл. Конечно, на родину слетать. Поехал я с группой с Пятигорска с ребятами. И решили ребята одели в эту одежду. Ну, как бы прикольнуться болеем типа в этой одежде. Ну, я тоже думал за компанию одеть. Ну, оделись, пришли, поболели. Игра сыгралась. Правда, проиграли. Мы так расстроились. И все, ничего более. То есть просто к тебе подошли люди, да? И просто попросили одеть? Ну, из Пятигорска да, оденем эту одежду. Ну, одел я, ну, как бы ничего в этом такого не видел. То есть ты не считаешь, да, что армяне там кавказцы и так далее, поэтому ты одел? Нет, ну, армяне, во-первых, если углубиться в армянскую историю, это видно, что армяне далеко не кавказцы. Зато армянские национальные костюмы эти люди высмеивают. Я хочу обратиться еще раз ко всем нашим слушателям, зрителям, подписчикам, не верьте ни единому плохому слову в адрес антитопора и в мой лично адрес. Ибо свое имя я отождествляю с проектом антитопор. Враги имеются, не без них. Они готовы взяться за любое грязное белье, чтобы вывесить его на всеобщее обозрение. готовы придумать массу всякой истории, где фигурирую лично я. Вот даже придумали, что Артем Шахназаров не родственник, а все потому, что ошиваются рядом с этим Шушинским. А с кем поведешься от того, как говорится, и наберешься. В отличие от некоторых, я открыт, нигде не прячусь, езжу с лекциями в разные города, хожу пешком в разных городах. Меня многие встречали в Москве, Ереване, Гюмри, Сочи, Ростове-на-Дону. Я охотно всем уделяю время и готов говорить. Бывают также в местах массового скопления людей. Везде, где я был, люди подходят ко мне благодаря пожимают руки, фотографируются, общаются, что обычно и бывает с публичными людьми, пока они публичные. Все приходящее, но нигде и никогда ко мне не подходили с претензиями или угрозами, или с физической расправой. Такое случается только в интернете. И с некоторыми этих самых только мэнов вы сегодня ознакомились. Что ж, Сергей Шушинский, как ты и хотел сегодня, когда мне нужно было разоблачить во лжи девятую главу книги Азероакадемиков, я потратил время снова на тебя. Как ты и хотел. Надеюсь, ты теперь оплодотворил. Как только его заметил, мы стираем штаны. Играет музыка Играет музыка